Дума Третьего Дума Третьего Итак, всем игрокам, желающим запустить Дум 3 и получить от него какое-то удовольствие, следует обзавестись видеокартой со 128 мегабайтами АЗУ и поддержкой шейдеров, а также 2,5 ГГц процессором. Этого будет достаточно, чтобы игра смогла нормально отображать знаменитые реалистичные тени и щеголять своим физическим движком. Выйти Дум 3 должен на четырех компакт-дисках, а возможно и на DVD с мультиплеерными режимами Deadmatch, командный Deadmatch, Tournament и Last Man Standing в комплекте. Кстати, тестирование игры, по словам Кармака, может затянуться до лета, а то и дольше. Неужели нас ждет очередной перенос сроков выхода? Сегодня мы с вами разыграем вот этот замечательный диск, вернее сплит с игрушкой Armed and Dangerous. Игра хорошо всем знакома, и поэтому, я думаю, у вас не должно возникнуть особых затруднений при ответе на мой вопрос. Как называлась команда межгалактических наемников главных персонажей этой игры? Спешите присылать свои ответы на пейджер редакции. Абонент — Вечерний Экспресс. Ну а первый, приславший правильный ответ, и станет обладателем этого сплита. А мы тем временем продолжаем. Далее в программе — мини-игры для мобилок. Сегодня в нашем обзоре игрушка «Властелин колец. Возвращение короля». Компания GemDate Mobile, видимо, решив еще раз нажиться на популярности легендарной кинотрилогии среди ролевиков и хабитоманов, выпустила в свет игру, созданную по мотивам эпической саги Толкиена. Игрушка получилась забавная. Графика и анимация вполне на уровне, звук сносный. Однако геймплей, видимо, рассчитан на пенсионеров, страдающих артрозом, и способных совершать не более пяти нажатий клавиш в минуту. Игра скучная и тормозная. А кроме того, Арагорн, бесцельно слоняющийся по подземным лабиринтам и лупящий абсолютно невменяемых орков, это уже неоригинально и неинтересно. Впрочем, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Все игры, представленные в нашей программе, вы можете без труда найти в фирменных отделах компании Gigabyte. Магазины CD-центра, напомню, располагаются по адресам. Проспект Строители 16, КДМ Маркет, Проспект Красноармейский 64, Торговый центр Майский. Движемся далее. Итак, тройка самых хитовых игрушек недели. На третьем месте в тройке лидеров первый официальный аддон к игре Вьетконг под названием First Alpha. Вполне сносное дополнение. Разработчикам из чешской Pterodon Studios удалось не только сохранить все лучшее, чем могла похвастаться оригинальная игра, но и добавить в программу энное количество новых фич. Новая техника, новое оружие, новые карты, на которых теперь могут играть одновременно до 50 игроков. В недостатке можно записать отсутствие свежих идей. А бесконечные мелкие баги, с которыми смиряться разве что фанаты оригинала, привыкшие к подобному обращению, упорно не дают получить истинное удовольствие от игры. Словом, если вы играли в оригинальный Вьетконг, обязательно попробуйте этот аддон. Если нет, то не стоит и пробовать. На втором месте в рейтинге самых популярных игр недели Neighbors from Hell on Vocations. То, что разработчикам из Yowat Productions в жизни не повезло с соседями, стало ясно после выхода первой части Адвенчуры. Игра была встречена на ура. И так полюбилась измученной между усобицами публики, что разработчики, недолго думая, выпустили продолжение, посвященное уже не обычным локальным стычкам на домашней территории, а особому виду соседства — совместному отдыху. Телевизионное шоу «Сосед из преисподней» начинает свой второй сезон. Зрители в восторге, актеры загримированы, камеры готовы. Мотор, поехали! Ну а чемпион этой недели — неофициальное дополнение к лучшей реал-тайм-стратегии всех времен и народов Command & Conquer Generals под названием «Война в Ираке». Новая техника, новые сценарии и множество фэнских фич позволили этому аддону набрать невообразимую популярность среди геймеров всего мира. Ведь кто, как не сами фэны, способны лучше других понять, что им нужно от игры? А теперь запасайтесь ручками и бумагой, потому что именно сейчас новая рубрика «Гейм-секреты». Ну а ломаем мы сегодня игрушку под названием «Фридом Файтерс». Как же я люблю игры, где США полностью оккупированы и лежат в развалинах. И есть подозрение, что я совсем не одинок в таких чувствах. Судя по тому, что количество игр с подобным сюжетом неуклонно растет. Встречайте, тактический шутер от создателей Hitman Freedom Fighters. А чтобы победа для вас не казалась такой уж далекой, вы можете использовать несколько читов. Первое, что нужно сделать, это отредактировать файл Freedom.ini и поместить где-нибудь в нем строчку «Enable Console» единица. Потом во время игры тильдой вызываем консоль и вводим следующие коды. Give All — вы получаете всё. God — включает режим бога. Введя Hair Clip, вы получаете способность проходить сквозь стены. In-Family дает неограниченный боезапас. Invisible делает вас невидимым, а No Damage — пуленепробиваемым и огнеупорным. Информация в наши дни ценится гораздо выше золота. А потому, когда получаешь хоть малейшую крупицу знаний, которыми не обладает большинство, чувствуешь себя настоящим богачом. Но я не жаден от природы. А потому спешу поделиться с вами своими первыми впечатлениями от знакомства с потенциальным хитом этого года — игрой Unreal Tournament 2004. Казалось бы, не так уж и давно любители сетевых баталий заполучили Unreal Tournament 2003. А на подходе уже следующая инкарнация хитового шутера. Космоборцы возвращаются. Причём на этот раз разработчики пообещали нам не только пару-тройку новых карт, но и кое-что особенное. Те, кто в эпоху повального увлечения онлайновыми сражениями не разлюбил играть в одиночку или просто не имеет возможности часами торчать в сети, будут рады узнать, что режим Assault, ориентированный на однопользовательскую игру, возвращается. Для него предназначены аж шесть сценариев, в каждом из которых сражение разворачивается в каком-либо из родных миров персонажей Unreal. В одном сценарии вы можете атаковать или защищать в космосе корабль-носитель Скияра, в другом, соответственно, фабрику роботов в машинном мире Зена Кригера. Кстати говоря, уровень искусственного интеллекта будет выше, и управляемые компьютером враги, как утверждается, смогут грамотно координировать свои действия. Но, пожалуй, самое интересное из нововведений — это боевые машины, которыми теперь смогут управлять игроки, что, в свою очередь, не только придает игре новые глубины и измерения, но и означает появление особенно обширных карт. Новый режим On Slot, предназначенный для вышеупомянутых битв, характеризуется огромными уровнями, и предназначен он в первую очередь для командной игры. Для победы команде необходимо захватить и удерживать несколько ключевых точек карты. Помимо различных машин, к вашим услугам предоставлены и новые виды вооружения. Такие, к примеру, как паучьи мины, позволяющие весьма успешно бороться с вражескими танками. И еще об оружии. Можно будет стрелять с двух рук, а каждый вид оружия будет иметь свой уникальный прицел. Всего карт режима On Slot будет 9. Но любители создавать собственные модификации наверняка наколепают дополнительных. Создатели игры, в свою очередь, предоставляют им для этого все условия и средства редактирования. Также нам обещают улучшенный интерфейс, возможность общаться по сети голосом и новую систему онлайнового голосования, позволяющую игрокам решать различные вопросы. От установления турнирных правил до блокирования доступа сетевым хулиганам. Ну а те, кто захочет просто посмотреть, как играют другие, тоже получат такую возможность. У онлайновых побоищ могут быть сотни зрителей, причем это создает лишь небольшую дополнительную нагрузку на сервер. Короче говоря, фанатов Unreal ожидает много чего интересного, в чем они смогут убедиться уже совсем скоро. Вот и все на сегодня. Я с вами прощаюсь, но всего лишь на неделю. Увидимся в следующую среду. Пока!